Тут ситуация совсем тяжелая, потому что на самом деле Тикетсуе это наш бизнес в Украине, а мы оперируем там в порядка 20 странах, в ряде стран мы лидеры рынка, например, в Казахстане, там Беларуси или Балтике. В целом порядка 1200 человек у нас работает и там в аффилированных партнерских компаниях. У нас еще общий бизнес, но это такие индустриальные синергии с глобальная дистрибутивная система iSaber, это капитализация до кризиса, по-моему, порядка 6 миллиардов долларов на сегодняшний день. Но вот как вы планируете? Это меньше. Короче, это много, мы почти вся индустрия, да. И затухания как бы мгновенного не было, ну типа светильник не отключал никто, да. Началось плавное снижение рынка, ну как плавное, там минус 10-15 процентов к объему дистрибуции в сутки. Как бы началась эта история недели 4 назад, сейчас она пришла к порядка 10 процентов от того, что было. Соответственно, мы вынуждены были предпринять там какие-то антикризисные меры, самостоятельные. Дело в том, что мы достаточно большие, чтобы быть частью отрасли, мы влияем на отрасль и как-то ее тоже формируем, а нам пришлось, а людей по домам и куда как бы, потому что это значительные убытки. Они восполнимы? Ну, во-первых, все восполнимо, да. Все невосполнимо, это не надо. Это не надо, это не надо, потому что люди, которые занимаются, не знаю, модой, к примеру, да, вот ушел весенний сезон, да, 20-го года, и он не вернется. Это невосполнимо. А у вас восполнимо? Я оптимистичен, я считаю, что оно восполнимо, но здесь есть другая проблема, более серьезная, и о ней стоит говорить. У нас здесь целое министерство инфраструктуры в стране, типа регулятор там отрасли, да, вот, и должна же реализовать политику в сфере инфраструктуры. Это авиакомпании, это железная дорога, которая взяла и остановилась, это, там, администрация морских портов, это дороги, вот. Я что-то не заметил тут, ну, как бы, каких-то действий профильного министерства с точки зрения регулирования остановки отрасли, то есть, ну, как бы, когда что-то большое останавливается, если оно останавливается по правилам, происходит какая-то амортизация, и тогда то, о чем вы говорите, восстановление, там, какой-то минимальный комфорт в существующих условиях, я имею в виду, ну, падение отрасли, он амортизируется. Так, как бы, представителей профильного министерства, как и, например, министерства экономики, ну, на горизонте не появилось. А что такое, там, транспорт? Это огромные взаиморасчеты, то есть, наша выручка примерно под миллиард евро в год. Это значительные деньги? Это значительные деньги. Да, это значительные деньги. А скажите, а вот вы прогнозируете примерно, там, уровень безработицы в вашей отрасли? Я думаю, а что тут прогнозировать? Железная дорога на сегодняшний день, это 268 тысяч человек, которые работают. Ну, давайте, пускай половина из них занимается пассажиркой, 130 тысяч человек. На сегодняшний день не генерируют никакого дохода. Надо сидеть дома. Там, авиационная или агентская отрасль, ну, может быть, 50-70 тысяч человек по стране. Туристическая отрасль, плюс гостиницы, плюс там и так далее, и так далее. Пускай еще 50 тысяч человек. Мы говорим полмиллиона. Мы говорим о полмиллионах безработных на сегодняшний день, причем безработных, которым негде взять деньги. И ладно, бог бы с ним. То есть, чудо же нету. Если денег нету, то как бы людям нечего платить. Это окей. Но люди же должны во что-то верить. Ну, хоть. Или верить во то, что завтра они будут во что-то верить. Ну, наверное, нужно какой-то в рамках профильных вертикалей этой отрасли собираться, какой-то штаб, что-то планировать, как-то разруливать, какие-то друг, ну, между участниками отрасли правила новые выстраивать и так далее, и так далее. Пока на сегодняшний день этого не происходит, то есть отрасль занимается так же, как города, в принципе, да, то целая отрасль занимается, ну, типа, саморегулировать.